Никто бы и подумать не мог, как в дверь двух 80-летних пенсионеров постучится такая неприятность. В гости к Марии Макаровне и Михаилу Ефимовичу пришла незнакомая девушка. Представившись новым социальным работником, она попросила показать ей квартиру и рассказать о том, как живут пенсионеры. Воспользовавшись оказанным доверием, девушка смогла оценить не только условия проживания, но и бюджет Марии Макаровны и Михаила Ефимовича. С собой она забрала и полученную на днях пенсию, и небольшие сбережения на чёрный день. Открыли шкаф, кровать подняли, всё подняли, ну всё, что было, было вот этих два кошелёчка, один бабушкин с дедушкой с пенсией, ну и что-то вот на смерть, как каждый старик у нас, это, унесли всё. Такая ситуация, к сожалению, не единичная. Под видом сотрудников коммунальных служб, продавцов одежды и белья, социальных работников и даже специалистов по переписи населения, в дом к одинокопроживающим пожилым людям приходят профессиональные воры. Особенностью этой категории потерпевших, пожилые и престарелые, конечно же, является их доверчивость в первую очередь, их физиологические особенности ввиду преклонного возраста. Ну и люди имеют пенсию, имеют определённый доход, преступники, конечно же, этим пользуются. Правоохранители в очередной раз напоминают, будьте бдительны и осторожны. Прежде чем впустить в дом незнакомого человека, узнайте, кто он на самом деле. Мы разъясняем, что нельзя быть такими доверчивыми, нельзя, во-первых, открывать дверь незнакомым людям, если сотрудники представляются, якобы сотрудники, госслужащими или представителями коммунальных, либо других служб, либо требовать обязательно удостоверения. К сожалению, ситуация героев нашего сюжета отразилась на их здоровье. Михаил Ефимович от сильного стресса стал хуже слышать. Однако всё же история двух пенсионеров имеет счастливый конец. Правоохранители быстро подключились к расследованию и смогли в буквальном смысле по горячим следам отыскать вора. Сегодня они выражают свою благодарность всем, кто не остался безучастным к их горю. Хочу выразить большую благодарность Швед Наталье Николаевне, сотрудникам ОВД Соболь, Рудницкой, сотрудникам ОВД тоже, Николаев, Левчук, также пограничникам города Гродно, потому что всё было очень сработано оперативно. Ну, большое им спасибо. Ну, и пожелания пожилым людям, конечно. Будьте бдительны наши хорошие. Мы вас любим, но мы не можем с вами находиться каждую минуту рядом.